Эта реформа привела к множеству восстаний, а также к убийству императора Александра Второго. Ну а сейчас для школьников она является одной из самых сложных в подготовке к ОГЭ. Будем разбираться с отменой крепостного права. Обещаю рассказать все за 15 минут. Ну а для того, чтобы узнать еще больше полезности, забирай подарок в моем телеграм-канале «Львиные истории». Попасть туда ты можешь по QR-коду на экране или по ссылке в шапке профиля и в описании к этому видео. Там в закрепленном сообщении тебя ждет квизлет с датами по истории России. Предлагаю с него начать. Ну а также в закрепе ты можешь найти ссылки на множество других подарков. Изучи их все, прежде чем начать серьезно готовиться. Будет полезно. Ну а мы начинаем с того, что же такое вообще крепостное право. Это полезно знать для понимания темы отмена крепостного права. Термин крепостное право обозначает совокупность юридических норм, ну или попросту законов, которые закрепляли зависимость крестьянина от землевладельца. То есть по факту крепостное право это все законы, которые когда-либо выходили в Московском царстве и Российской империи, закреплявшие зависимость крестьянина от конкретного землевладельца. Необходимость крестьянина проживать именно на этой земле. Термин крепостное право очень сильно связан со словом прикрепление. Вот он, один и тот же корень в этих словах. То есть крестьянин был пожизненно прикреплен к земле конкретного помещика, подчинялся его власти и не имел права эту ситуацию изменить. Складывалось крепостное право очень долго, на протяжении 15-18 веков, и окончательно оно было установлено в 1649 году. Это было прописано в соборном уложении, свод законов, который издал царь Алексей Михайлович. Таким образом, первый важный-важный факт, который вам нужно запомнить из этого видео, это то, что в 1649 вышло соборное уложение, документ, в котором было прописано установление крепостного права. Но что же происходило с 15 века? Вот эту табличку очень советую вам запомнить, пригодится на экзамене. Началось все в 1497 году, когда великий московский князь Иван III издал свой судебник, то есть свод законов. В этом судебнике он впервые стал расписывать положение крестьян и впервые ограничил их свободу. То есть до 1497 года свобода крестьян не регламентировалась. Они могли переходить с одной земли на другую. Теперь это было запрещено. Переход со мной земли на другую, переход с территории одного землевладельца на территорию другого был зафиксирован только двумя неделями в году. Неделя до и неделя после так называемого Юрьева дня. Юрьев день – это день сбора налогов осенью. Вот, собственно, вокруг этого дня был разрешен переход. Причем нужно было еще и заплатить деньги. Пожилое – те деньги, которые получал землевладелец, лишавшийся крестьянина, лишавшийся рабочих рук. В 1550-м Иван IV Грозный в своем судебнике повышает сумму пожилого. Вроде бы не очень важная история, но это доказывает, что Иван Грозный поддерживает идею с постепенным закрепощением крестьян. В 1581-м Иван Грозный издает указ о заповедных летах. Пожалуйста, запомните этот термин. Для многих учеников он становится проблемным. Многие его не понимают и на ОГЭ оказываются в сложной ситуации. Вам нужно разобраться, что это такое. Заповедные лета связаны со словом заповедь, то есть запрет. То есть было объявлено, что в течение нескольких лет действует запрет перехода крестьян даже в Юрьев день. За это время составлялись песцовые книги, то есть списки крестьян, проживавших на конкретной территории. Это нужно было для того, чтобы помещики могли лучше контролировать своих крестьян, потому что у них появлялся перечень всех крестьян, которые живут на их земле. Чуть позже сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович, в 1597-м издает указ об урочных летах. Вот это важно. Давайте договоримся, чтобы вы не путали заповедные и урочные лета. Заповедные, заповедь, запрет, запрет перехода в Юрьев день. Урочные срок. Урочные годы – это срок сыска беглых крестьян. То есть если крестьяне сбежали от своего хозяина, то благодаря песцовым книгам теперь их можно найти, потому что землевладелец может сказать, у меня сбежал вот этот крестьянин, показать в песцовой книге на его имя и начать поиски. Изначально был установлен пятилетний срок сыска сбежавшего крестьянина, то есть по истечению пяти лет он становился свободным человеком. Затем на протяжении пятидесяти лет этот срок постоянно менялся, увеличивался, и в итоге в 1649 году Алексей Михайлович в соборном уложении прописывает бессрочный сыск беглых крестьян. То есть говорит, что если крестьянин сбежал от помещика, он никогда не станет свободным человеком, и искать его будут на протяжении всей его жизни. Это и означало введение крепостного права. Ну, собственно, в чем же была суть крепостного права, как ограничивали их свободу? Крестьяне не имели права поменять место жительства, как мы с вами уже обговорили. Они должны были нести повинности в пользу помещика, выплачивали оброк, то есть деньги или продукты, и работали на барщине, обрабатывали землю господина. Дворяне имели права ссылать крепостных в Сибирь на каторгу, то есть очень тяжелый труд, и, конечно, жилось там очень тяжело. Любая жалоба крестьян на помещиков квалифицировалась как ложный донос и каралась пожизненной ссылкой. Поэтому с 1760-х годов, когда был издан этот указ, помещики могли в целом контролировать крестьян полностью, потому что крестьяне понимали, что у них нет возможности как-то пожаловаться на помещика, когда очень трудно добиться какой-то справедливости в этом случае. Крестьян продавали и печатали в газетах объявления об их продаже, что было очень аморально. И также крестьяне не могли свободно жениться, получать образование, у них не было никакой своей собственности, ну и многое-многое другое. В начале 19 века начался очень активный процесс обсуждения, стоит ли сохранять крепостное право или все же у него есть очень много недостатков. И, например, очень активно против крепостного права стали, конечно же, бороться декабристы. Это участники общественной организации, которая устроила восстание против власти 14 декабря 1825 года. Декабристы и многие сочувствующие им, люди, которые разделяли их идеи, отпускали своих крестьян на свободу. Во многом декабристы как раз были дворянами. Или могли специально выкупать крестьян у других помещиков, чтобы их отпустить. Такая интересная история. И есть на самом деле три примера очень выдающихся исторических деятелей, культурных деятелей, которые рождались вообще-то в крепостных семьях и получали вольную. Например, Арест Кипренский, очень известный художник, автор одного из известнейших портретов Александра Сергеевича Пушкина. Просковья Жемчугова, которая была певицей в крепостном театре Шереметьевых, и в нее влюбился граф Шереметьев, Андрей Воронихин, архитектор, автор очень известного, красивейшего Казанского собора в Санкт-Петербурге. Ну, просто посмотрите на эти портреты. Можете ли вы сказать, что этих людей как-то можно отличить от дворян, определить, что они когда-то были крепостными? Нет, потому что на самом деле люди были равны, люди были одинаковы. И как раз-таки в начале 19 века этот вопрос стал подниматься все более и более остро. Почему же стали ходить разговоры об отмене крепостного права? Во-первых, крепостное право очень сильно тормозило развитие России в экономическом смысле. В чем история? Дело в том, что в начале 19 века Российская империя постепенно начинала входить в фазу промышленного переворота, то есть перехода от ручного труда к машинному. И это было связано с тем, что появлялись новые технические достижения, паровой двигатель, различные станки. Все это хотели использовать на производствах, но для того, чтобы это использовать, нужны квалифицированные рабочие руки. Нужны люди, которые понимают, как работает паровой двигатель, как его использовать и как его не сломать. Крепостные крестьяне, труд которых использовался на производствах, не получали образования. Никто не занимался тем, чтобы научить их пользоваться технологиями. Поэтому крестьяне могли сломать эти машины. И, конечно, труд их был не особо эффективен. Плюс была история такая, что крестьяне, они вообще особо не старались. Сейчас мы с вами хорошо работаем, потому что у нас есть зарплаты, премии, нас что-то мотивирует. Крестьян ничего не мотивировало. Их жизнь никак не могла измениться, хорошо они работали или плохо. Поэтому они не старались. К середине XIX века среди развитых европейских стран крепостное право оставалось только в Российской империи, что очень сильно понижало авторитет на международной арене. Потому что переговоры, дипломатия с другими государствами осложнялись наличием такого вопроса. Потому что другие государства очень часто осуждали Российскую империю за сохранение крепостного права. Так как это пережиток прошлого. И в экономическом смысле, и, конечно же, в смысле нравственном. Потому что крепостное право было диким, аморальным явлением. Ведь более 70% населения находилось в таком практически бесправном положении. Как я уже говорила, в начале XIX века это стали замечать очень ярко. Например, те самые декабристы. Во многом, кстати, это было связано с Отечественной войной XII года. Потому что в рамках событий Отечественной войны многие дворяне познакомились с крестьянами ближе. Например, если вы читали «Войну и мир» или хотя бы немножечко понимаете, о чем там идет речь, то вы можете вспомнить сцену, может быть, из фильма, где Пьер Безухов, дворянин, очень активно общается с крестьянами и понимает, что они прекрасные, интересные, хорошие люди. И начинает им сочувствовать. Так же чувствовали себя многие декабристы. Поэтому после войны XII года стали бороться за отмену крепостного права. Первая половина XIX века в этом процессе была не очень успешна, потому что очень долгое время все-все-все вопросы, касающиеся крестьян, обсуждались в секретных комитетах. Секретные комитеты нужны были для того, чтобы можно было спокойно обсуждать эти вопросы. Например, Николай I, который столкнулся с восстанием декабристов в первый день своего правления, очень боялся недовольств дворянства. И поэтому выносить на открытое обсуждение отмену крепостного права он не хотел. Он думал, что дворяне восстанут против него, не хотел с этим разбираться, поэтому все обсуждения положения крестьян он проводил в секретных комитетах. Но секретные комитеты, они не очень способствовали решению проблемы, потому что в секретных комитетах не было никакой ответственности перед обществом, ведь никто не знал о том, чем они занимаются. И в 1856 Александр II публично заявил о том, что он будет освобождать крестьян. То есть он сказал, что это нужно сделать. Все, решение было принято, процесс был запущен. Вот можете прочитать известную цитату Александра II, который считал, что нужно уже начать отменять крепостное право сверху, потому что иначе оно начнет само собой отменяться. Снизу будет революция. А что сделал Александр II? Он поступил очень умно и очень хитро. Дело в том, что он понимал, дворяне будут против. Поэтому он поручил своему приятелю, дворянину по фамилии Назимов, обратиться к императору от лица дворян. Ну, то есть сказать, я, Назимов, дворянин, от лица своих коллег дворян, говорю, что надо бы нам принять участие в разработке реформы. И Назимов предложил императору создать комиссии из дворян по разработке реформы. Это была очень интересная идея, потому что в итоге император издает рескрипт Назимову. Рескрипт – это официальный ответ правителя, который прям печатался в газетах и так далее. Собственно, в рескрипте он пишет, да, идея хорошая, мы создаем губернские комитеты по разработке реформы. То есть в каждой губернии Российской империи создавался комитет из дворян, которые должны были сами придумать, как освободить крестьян. Таким образом, он устраивал компромисс. Дворяне участвуют в этом процессе, они могут сделать так, чтобы пострадать меньше всего. В 1858 создается главный комитет по крестьянскому делу, и в 1959 к нему присоединяются редакционные комиссии. Это были такие заседания, которые собирали и рассматривали предложения губернских комитетов. То есть дворяне со всей страны присылали в редакционные комиссии свои мысли, редакционные комиссии все это рассматривали, и в итоге был создан максимально удовлетворявший интересом всех манифест об отмене крепостного права, который, с одной стороны, отменял крепостное право и давал крестьянам личную свободу, с другой стороны, старался максимально сохранить привилегии дворян. Ну, давайте разберемся, как же это было достигнуто. Во-первых, всем крестьянам, помимо личной свободы, то есть возможности распоряжаться своей жизнью, жениться, переезжать, получать образование, иметь собственность, им также давали землю. Как крестьян наделяли землей? Давайте разбираться. Это важный момент. Вся территория страны была поделена на три полосы. Черноземная, не черноземная и степная. Эти полосы выделялись по плодородию почвы. В каждой полосе были определены высшие и низшие размеры крестьянского надела, то есть размер территории, которую получала крестьянская община от помещика. Не забрать землю было нельзя. Была обязательно добровольная сделка между крестьянской общиной и помещиком. То есть крестьяне были обязаны договориться с помещиком. Сделка закреплялась уставной грамотой. Это может быть в ОГЭ в задании номер 3 документ, который устанавливал сделку между помещиком и крестьянами, уставная грамота. Если у помещика по итогу оставалось меньше трети его изначальной земли, он мог забрать часть земли обратно. Так возникли отрезки. То есть отрезки это термин, который обозначает территорию, забранную помещиками обратно после реформы 61 года. Ну и выделенная земля принадлежала всей общине и делилась между крестьянами внутри общины. Если что, то с древности все крестьяне всегда жили общинами. То есть несколько крестьянских семей объединялись в общину, вместе обрабатывали землю, помогали друг другу. У них была на все общая собственность. Ну и другой момент. Окей, крестьянам дают землю. На каких условиях? Крестьяне получали землю не бесплатно. Они обязательно должны были ее выкупить. То есть выкупная сделка. Землю продавали по очень высокой цене. Во много раз выше рыночной. То есть государство не только заставляло крестьян заплатить помещикам за землю, чтобы каким-то образом поддержать помещиков, но еще и требовало огромные деньги. То есть помещики в итоге получили очень неплохую компенсацию за то, что они согласились освободить крестьян. Государство понимало, что эта сумма огромна, и крестьяне сами ее заплатить быстро не смогут. Поэтому крестьяне были обязаны заплатить 20% от этой суммы. То есть вся община платит помещику 20% стоимости земли. Остальные 80% за них платило государство. Но и тут все было не так просто. До выплаты первых 20% крестьяне считались временно обязанными. Запомните, этот термин очень часто встречается. Временно обязанные крестьяне – это те, которые не успели выплатить 20% стоимости земли и были вынуждены все еще платить оброк и все еще исполнять барщину, то есть работу на земле помещика. Окей, 20% заплатили, больше повинности не несут, свободны. Но тут тоже все не так просто. 80% стоимости земли государство платило не просто так. Это был кредит, который помещики должны были, который крестьяне должны были вернуть государству. Кредит выдавался на 49 лет под 6% годовых и называлось это «выкупные платежи». Вот такая история. То есть, если мы с вами сводим воедино все термины, которые нужно знать, вы должны знать, что такое оброк, барщина, само по себе крепостное право, манифест об отмене крепостного права в 1861 году, секретные комитеты, рескрипт Назимову, редакционные комиссии, ну а также уставная грамота, выкупная сделка, выкупные платежи, временно обязанные крестьяне, отрезки, ну и в целом все. Вот такая вот история, друзья. Я очень надеюсь, что помогла вам разобраться с этой самой непростой, самой насыщенной, самой действительно объемной реформой в истории России для ОГЭ. Все остальные реформы после этого будут казаться вам гораздо-гораздо проще. Вы большие молодцы, что посмотрели это видео. Хвалю вас, потому что это действительно важный и большой вклад в ваш успех на экзамене. Ну а чтобы сделать этот вклад еще больше, не забывайте подписаться на мой телеграм-канал и забирать в нем полезности каждый день. Все, до новых встреч, друзья. Пока-пока!